Кинокартина возвращает зрителей к роковым событиям вековой давности, увиденным из, казалось бы, такой далекой и нейтральной ко всему европейской страны. «Красный фриц. Эпоха революции» рассказывает о коммунисте Фрице Платоне, который весной 1917-го организовал переезд Ленина из Цюриха в Петроград. Вы увидите кадры Швейцарии, о бедности Швейцарии на человека, о самой большой забастовке в Швейцарии, но все мерно закончилось, но более или менее, и о судьбе этого человека, о котором все уже забыли, даже больше в Швейцарии, чем в России. Фильм был снят для швейцарского телевидения. Его главная идея очевидна. Октябрьская революция изменила жизни миллиона людей, а некоторых из ее активных участников, таких как Фриц Платон, впоследствии сделала своими жертвами. Яркая и полная драматических событий жизнь Платона оборвалась в 1942-м в одном из сталинских лагерей. Модный бюяр в Рязани не впервые. В Швейцарии она дружила с дочерью Натальей Климовой, уроженки Рязани и революционерки, участвовавшей в самом кровавом теракте начала века. Покушение на Столыпино на Аптекарском острове. Просто жила в Женеве, в Швейцарии. Я студенткой, познакомилась со старушкой русского происхождения. Я уже изучала русский язык, мне было интересно с ней говорить. А она оказалась дочь Натальи Климовой. Сегодня именем Натальи Климовой в Рязани называют Верхнегородской сад. Наташин сквер. После покушения на Столыпино она была арестована. И хоть впоследствии ей удалось сбежать в Европу, в Петроградской тюрьме она написала знаменитое письмо перед казнью. Меня заинтересовало это письмо. То есть первое мое столкновение с ней. Ну мне что-то рассказывали, но я не обращала внимания. Я читала это и перевела это письмо перед казнью. И там, ну мне 20 лет, я сталкиваюсь с девушкой, которая жила 100 лет назад, которая себе задает вопрос. Это вопрос Будды, в принципе, что такое счастье. Или вопрос Тольстого. Она же увлекалась Тольстым. Что такое быть счастливой, когда рядом есть люди несчастливые. Именно с перевода этого письма начинается книга, которую написала Мотмобияр о Наталье Климовой. В книге также можно увидеть уникальные документы, доносы, университетские справки, а также отрывки из писем, в которых Наталья Климова рассказывает родным в Рязани о жизни в Швейцарии, тоске по России и родному городу. Алена Кукарева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».